Наталья, как Вы в Вашей компании пришли к вопросу установки ADM? Что Вас подвигло, какие проблемы Вы решили при помощи этой технологии? Ну, первоначально, конечно, рынок предложил данные устройства в качестве некой альтернативы инкассации. Естественно, мы, как любая компания, хотели проверить их возможности использования в своих магазинах. Запускали несколько проектов с разными банками, с разными устройствами, тестировали их. Ну, так все оставалось на стадии просто тестовых проектов без внедрения для широкого использования магазина, поскольку в то время, лет 5 назад, достаточно высоким был ценник по сравнению с классической альтернативой на использование ADM. Единственное, что мы достаточно давно используем ADM, это наши точки дислокации экспедиторов-курьеров интернет-магазина, которые к концу дня привозят выручку в определенное место. И вместо того, чтобы держать там круглосуточных кассиров, у нас 5 лет назад установлены там ADM с возможностью внесения денежных средств данными сотрудниками. Однако, 3 года назад у нас есть такой проблемный регион Дальний Восток, там действительно небольшое количество банков, достаточно высокие тарифы на инкассацию. И Газпромбанк вместе с ADM и выпусками Манерон предложили нам неплохие тарифы для инкассации выручки в ADM, установленной в Дальневосточном округе. Мы этот проект запустили во всех магазинах спортмастеров в Дальневосточном федеральном округе у нас стоит ADM, в который производится инкассация денежных средств. Это позволило нам более эффективно управлять деньгами в таком удаленном регионе. Поскольку связь с ним, понимаете, мы пришли на работу, они уже уходят, не всегда она эффективная, живая связь, поэтому отслеживание остатков, находящихся в ADM программным способом для нас было значительно удобнее. Собственно, розница разрабатывала некую технологию по изменению регламента работы кассиров с целью использования ADM. И в результате в конце прошлого года розничный репортамент пришел в финансовое управление с предложением начать устанавливать ADM в остальных магазинах спортмастеров по всей стране. Но было принято решение о установке по конкретным регионам. Первым регионом для установки ADM был выбран южный федеральный округ. В конце прошлого года был проведен тендер. В тендере приняли участие Альфа-банк и Газпром-банк с ADM Монерона и Сбербанк с ADM другой марки. В результате тендера победил Газпром-банк и мы запустили установку ADM в южно-федеральном округе. С конца прошлого года сейчас это стадия подключения аппаратов уже, то есть они установлены, но требуется подключение и обучение кассиров. Как много занимает времени, что перебило, сразу уточнить обучение кассиров в этой процедуре? Обучение кассиров, в принципе, это недолгая история. Это фактически сотрудник банка либо профиндустрии выезжает в магазин конкретный и проводит некий семинар для кассиров. Большее время занимает именно подбор места для установки ADM. Место должно соответствовать требованиям банка, поскольку деньги, которые вносятся в ADM, они уже являются деньгами банка. И банк, соответственно, предъявляет требования к охране помещения, в котором устанавливается ADM. Это либо должны быть камеры, либо это должно быть внутреннее помещение. И работы по подведению электрической розетки, собственно говоря, к месту установки Wi-Fi. Это все заняло достаточно длительное время, поскольку магазины расположены по всему южному федеральному округу. Это и Грозный, это и Нальчик. Мы не говорим сейчас про Ростов и Волгоград. Достаточно большие города. То есть у нас достаточно большая распространенность в южном федеральном округе. И поиск подрядной организации для установки вот этих вот всех розеток и подведения коммуникаций к ADM. Первоначально, конечно, это работа с банком по определению места установки. И вторично, после этого логистика банка и профиндустрии по доставке ADM и подключение их. И вот сейчас этап подключения проведен. Мы сейчас находимся на этапе обучения кассиров, когда сотрудники банка и профиндустрии ездят по городам и обучают кассиров. Какие-то еще задачи, помимо хранения денег, этот программный комплекс предлагает вам решить? Ну, на самом деле, мы не только хранением денег решим. Это задача использования ADM. Это не только хранение денег, собственно говоря. Это в том числе зачисление денег в режиме онлайн на счет. То есть этими деньгами мы можем пользоваться практически в тот же день. Это первое. Второе – это возможность, так сказать, структурировать сотрудников, которые занимаются деньгами в магазине. Это фактически убирает… Можно убрать из магазина должность старшего кассира. Ему не нужно готовить инкассацию. Не нужно пересчитывать деньги, которые он принимает от кассиров, которые он готовит к инкассации. То есть это некая экономия на фонде оплаты труда, либо перепоручение частичных функций старшего кассира администратора, перевода старшего кассира в ранг администратора, добавление ему дополнительных каких-то функций рабочих. Это второе. Потом тут же на этапе внесения денежных средств отсекаются неплатежеспособные купюры, либо ветхие. И сразу же понятно, собственно говоря, кто из кассиров принял эту купюру, на кого можно возложить ответственность, в том числе материальную. По поводу дополнительных возможностей программного обеспечения, да, у нас в планах постановки задач нашему IT-подразделению стоит необходимость дописания программного обеспечения для того, чтобы при внесении денежных средств ВДМ на кассе сразу же формировался приходный расходный кассовый ордер без участия кассира, без участия конкретного сотрудника бухгалтерии. Это первый этап. Следующий этап, чтобы мы хотели видеть при полном внедрении ВДМ по всей стране, мы бы хотели видеть на определенном рабочем месте сотрудника казначейства некий срез по всем остаткам денежных средств в каждом ВДМе для того, чтобы планировать наши платежи в будущем, да, зная дни инкассации, дни забора денег. Из ВДМ мы понимаем, какая сумма денежных средств конкретный день будет у нас на счете для осуществления наших платежей. Какие советы Вы могли бы дать коллегам, ритейлерам, тем, кто сейчас только задумывается о том, чтобы установить в себе АДМ? На что обратить внимание при, скажем так, написании задачи для партнеров? На самом деле я бы хотела обратить внимание, у нас есть опыт проектов, в которых мы использовали, тестировали различные ДМ. Очень важна техническая поддержка ДМ, то есть, что нас привлекло в ДМ-упускаемых профиндустрии в то, что они достаточно удобны для ритейлера, в том плане, что у них можно без участия специалиста проводить обслуживание в виде замены кассовой ленты, в виде замены, в виде обслуживания, при замятии купюры в купюроприемнике, без доступа к мешку с деньгами. Не все, к сожалению, ДМ дают такие преимущества, поэтому использование ДМ, которые не дают минимальные вот такие возможности самообслуживания, приходим к тому, что при любом замятии купюры, либо при том, что закончилась кассовая лента, вынуждены ждать технического специалиста, если это в достаточно удаленном городе, на Дальнем Востоке, либо на Юге, то это может быть не один день и не два, то есть, фактически, вы лишены возможности использовать аппарат. То есть, я рекомендую, прежде чем принимать решение об установке ДМ, потестировать различные аппараты и выбрать тот, который больше вам подходит по своим функциям, в зависимости от того, что вам важнее. Важно вам максимально быстрое зачисление, либо у вас очень большая наличная денежная выручка, вам важно принятие купюр-пачками, это одно. Если вам важно, что вы ставите где-то в отдаленном населенном пункте данный аппарат, и не всегда до него может доехать технический специалист, ведь инкассаторы, которые приезжают, они не технические специалисты, да, то вам важно максимальное самообслуживание данного, мелких неполадок данного аппарата. Вот так как-то. Ну, я надеюсь, что коллегам, которые потенциально это рассматривают, будет полезно ваше мнение. Надеюсь. Спасибо большое, что вы нашли время к нам прийти. Продолжение следует...